Фраза «не хочу учиться, а хочу жениться» известна нам с самого раннего возраста, когда мы читаем стандартный список по литературе. Так что проблема мотивации, проблема развить в себе умение стремиться к знаниям знакома еще и с глубокой древности. Говорят, археологи даже обнаружили свидетельства из древнего Египта, где на небольшом папирусном источнике записаны слова мальчика, который не хотел идти на занятия к учителю. Итак, что же делать, когда учение не вызывает у нас восторга? Какие методы можно порекомендовать, чтобы стремление к учебе стало более прочным, и мы могли опираться на него в своей познавательной деятельности? Интересно, что в последнее время возрастает количество востребованностей такого рода задач. Есть целое направление психологии, которое называется коучинг, которое занимается тем, что помогает людям достигать тех целей, которые сами же они поставили. В коучинге бывает достижение личных целей, но в большей части коучинг ориентирован на достижение профессиональных целей. Давайте посмотрим, что коучи рекомендуют своим подопечным, когда те сталкиваются с проблемой мотивации. Самый первый совет, самая первая задача, которая ставится перед людьми, это выяснить именно те цели, которые мотивируют вас делать что-то. Как разобраться со своими целями? Во-первых, хорошо бы составить список того, чего бы хотели вы достичь. Как правило, некоторые цели будут звучать банально, но некоторые цели покажутся вам достаточно интересными. Ваш эмоциональный отклик на то, что вы написали, есть хороший показатель того, какие цели действительно вас вдохновляют, а какие цели кажутся совершенно непривлекательными. В этом плане мы возвращаем вас к тому материалу, о котором мы говорили. Прежде чем поступать учиться, вам нужно взвесить, какие цели вы перед собой ставите, что вы хотите достичь, поступая учиться сюда. Эти цели, связанные с вашим видением, с вашим предназначением в пределе, они должны обладать достаточно большой энергией, чтобы позволить вам пройти через трудности. Как правило, те цели, которые выходят глубоко из вашего сердца, они имеют запас прочности, они имеют достаточно сил для того, чтобы быть вами реализованы. Как на практике отделить одну цель от другого? Как на практике отличить те цели, которые реально мотивируют вас? Цели, которые принадлежат вам и исходят из глубины вашего сердца, как правило, могут осуществляться вами самостоятельно. Натребуется никаких усилий со стороны других людей или других обстоятельств, чтобы заставлять вас это делать. Например, те люди, которые любят лошадей, занимаются конным спортом, потребляют очень много усилий, чтобы приводить лошадей в порядок, приводить снаряжение в порядок. Часто они далеко ездят на конюшену для того, чтобы встретиться со своим любимым животным. Это то, что реально придаёт человеку силу. Это то, что реально ведёт его по жизни. Такими и целями являются ваши реальные цели. Всё остальное можно отложить или переформулировать в каком-то другом виде. Вторая рекомендация, которую дают коучи, это представляйте, что произойдёт, когда вы достигнете желаемых целей. Допустите, вы хотите быть успешным научным работником. Для этого вы пошли учиться в институт. Полезно время от времени возвращаться к этой идее, к тем временам, когда вы хотели быть научным работником, и представлять, что на самом деле вы будете уметь, что вы будете знать, как вы будете работать, какое отношение людей вы будете побуждать. Полезно представить, какой уровень работы вам будут предлагать, и, может быть, даже, какой будет у вас уровень зарплаты. Здесь мне вспоминается свидетельство одного из моих друзей, который живёт в Германии. В церкви они занимаются служением людям без определённого места жительства. Вот был конкретно один среднего возраста человек, который пришёл в их церковь и получил спасение. Долгое время он не мог решить вопрос своей работы. На протяжении нескольких лет он не мог устроиться ни в одно место, ни в другое. По рекомендации пастора он всё-таки включился в одно из служений, которое занималось тем, что навещало людей в больницах. Через некоторое время, совершенно обессиленный тщетными попытками найти работу, он пришёл к пастору и сказал, что у него ничего не получается. Они начали разбираться. Пастор посоветовал ему идти учиться, чтобы хоть как-то поднять свой статус при приёме на работу. Они долго рассуждали, что можно сделать, и в конце концов он пошёл на курсы медсестёр, ну или медбратьев в данном случае. Проучившись там два года, он пошёл на практику именно в ту больницу, куда они ходили на посещение больных. Как ни странно, люди в этой больнице, персонал помнили о нём и приняли его достаточно хорошо. Несмотря на то, что он не имел практики работы до сих пор, а был уже достаточно среднего возраста, они позволили ему начать экспериментировать. Через некоторое время у него появился хороший опыт заботы о больных. Ещё через год он закончил. Училище и получил свой сертификат действующий медбрата. В это время он стал размещать объявления о поиске работы и с удивлением обнаружил, что несколько больниц обратились к нему к просьбе и предложили достаточно неплохое жалование. Почему? Оказалось, что среди медицинского персонала оказалось не так много братьев, которые были достаточно сильны, чтобы совершать некоторые операции. В некоторых случаях человека надо было перекладывать, или человека надо было поворачивать, или даже нести с места на место. Наличие большого количества медсестёр не помогало справиться с этой работой. И, к своему большому удивлению, обретя образование, он достаточно быстро нашёл хорошо оплачиваемую работу. Итак, если у вас есть цель, если вы движетесь к ней целеустремлённо и хотите, и постоянно сверяетесь с тем, что вы получите в конце, это даёт достаточно мотивации для вашего движения вперёд. Следующая рекомендация эта звучит так. Чтобы сохранить самую мотивацию, вам нужно измерять прогресс достижения к вашей цели. Мы говорили с вами о том, что цели нужно ставить на различных уровнях. Есть цель, которая охватывает ваш период обучения целиком. Есть маленькие цели. В идеальном случае маленькие цели являются составляющей большой. И когда вы выполняете одну из них, вы испытываете чувство глубокого удовлетворения. Способ отмечать то, что вам и сделано, и ставить себе хорошую оценку за успешное прохождение является очень важным. Потому что если вы занимаетесь делом, который не приносит вам непосредственно удовлетворения, ваши запасы энергии исчерпываются. И тогда вы можете черпать энергию из того, что вы удовлетворяетесь пройденным своим путём. Как можно узнать, насколько близко предвинулись вы к цели? Насколько вы успешны в достижении её? Для того, чтобы измерить свой прогресс, нужно ввести какой-то количественный показатель. Как только вы вводите какую-то меру оценки, ваше продвижение вперёд становится очевидным. Часто мы не доходим до того, чтобы измерять её количественные, поэтому теряемся в догадках, приблизились мы к нашей цели или нет. Допустим, если вы прочли книжку в 100 страниц, это прогресс. Если вы написали 20 вопросов к этой книжке в 100 страниц, это тоже прогресс. Так как у вас закреплены количественные показатели, вам реально оценить, насколько близко вы приблизились к поставленной цели. Ещё одной рекомендацией по самомотивации является борьба с сомнениями. Сомнение — это то, что разрушает нашу мотивацию, то, что подрывает нашу веру в себя, и то, что не позволяет нам чётко идти по той дороге, которую мы сами же себе наметили. Одним из практических советов по укреплению самой мотивации является то, что вы даёте себе обещание исполнять то, что вы обещаете другим людям. Как правило, привычка соблюдать свои слова распространяется не только во внешнем общении, но также по отношению к себе. Если вы научитесь держать слово, вы будете держать слово, данное себе. И это поможет вам быть более целеустремлённым, более сосредоточенным на своих целях. Итак, мы поговорили с вами о некоторых рекомендациях, которые дают коуч-тренеры для того, чтобы повысить свою мотивацию к учёбе. Но в некоторых случаях надо думать не столько о том, как мотивировать себя, сколько соблюдать простое правило «глаза боятся, а руки делают». В некоторых случаях нужно только повторять себе «делай, делай, делай». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!